В селе Полдамасово Ульяновского района 21 сентября прошли торжества по случаю престольного праздника храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы и 370-летия села. В этот день под сводами старинного храма собрались сотни верующих людей. Они приняли участие в праздничном богослужении, которое возглавил митрополит симбирский новоспасский Анастасий. К сожалению, сегодня от прежнего храма остались только стены. Каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена в 1700 году дворянином Иваном Федоровичем Кротковым. С приходом советской власти она была закрыта и со временем разрушена. Были утрачены завершения храма и трапезной. Вместо уничтоженной колокольни надстроили современную каменную постройку с широким крыльцом и балконом. В советские годы первый этаж использовался в качестве сельского клуба. На втором этаже размещались кабинеты сельсовета. Более 50 лет в селе не было православного храма. Родилась с верой. Мои родители и отец, несмотря на то, что был учителем, было все запрещено. Он всегда... Мы боялись, конечно, чтобы его... Я даже была не крещена. Тайком крестили меня. Мама тайком крестила меня, чтобы папа не знал. А я когда взаимела свою семью, у меня двое сыновей, у меня четверо внуков. Я себе дала задание, чтобы вы... Я обязательно буду крестить. В 2002 году местные жители решили возвести новый храм. Приходской совет тогда возглавил Александр Иванович Якунин, уроженец села Полдомасово, который сегодня возглавляет Ульяновскую торгово-промышленную палату. На постройку храма ушло три года. Церковь начала принимать православных прихожан с 21 сентября 2006 года. Как ни странно, я был первым председателем приходского совета, вот той вновь строящейся церкви. Когда идея родилась, инициатором был Равиль Кушайнович Насыров, тогда директор завода «Строю пластмасс» здесь. Ну и завод, он основной как бы вклад и внес. Строительство, помимо пожертвований людей, пожертвований отдельных предприятий, кто помогали. Ну и, соответственно, кто вот это все начнет, возглавит, все организационные моменты. Ну и мне слово пришлось некорректно. И я вот этим начинал заниматься. И мне как-то сегодня приятно приезжать. Несмотря на то, что в селе стал действовать новый храм, жители Полдомасова и соседних сел очень уважительно относятся к старому храму, стены которого хранят историю и память прошлых лет духовной жизни. Более того, они стараются его возродить. Храм частично восстановлен. Внутри появились своды, создан алтарь, там периодически проходят богослужения. В день Рождества Пресвятой Богородицы по завершении праздничной литургии состоялся крестный ход сначала вокруг старого храма, потом шествие направилось в новый храм в честь Рождества Богородицы. Продолжением духовного праздника стала торжественная часть, организованная на территории храмового подворья. Присутствующим обратился митрополит Симбирский Новоспадский Анастасий. Мы сейчас видим, как потихоньку-потихоньку, как бы из пепла восстают наши порушенные святыни, как вновь и вновь в этих храмах совершается богослужение и привлекает хоть немного людей, но все-таки тех людей, которые надеются на то и верят в то, что жизнь продолжается. Подарком для всех гостей стало выступление воспитанников воскресной школы, которые пели песни и читали трогательные стихотворения. На радость всем прихожанам праздничное действие завершилось вкусной трапезой, организованной усилиями Союза православных женщин Ульяновского района. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова